Девочки, мальчики, всем огромный привет! Привет моим подписчикам и тем людям, кто видит меня в первый раз. Меня зовут Мария и я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня мое видео будет о бюджетных находках, о тех продуктах, которые меня удивили и порадовали, что за такую цену можно найти такое качество. Я думаю, что данное видео для вас будет интересно, потому что всегда приятно заплатить поменьше, а получить побольше и очень радостно, когда находятся какие-то аналоги более дорогих средств. И вообще не так часто находишь среди масс-маркета именно действительно звездные какие-то продукты, без которых ты жить не можешь. Итак, если вам интересны мои бюджетные находки, то оставайтесь со мной и желаю вам приятного просмотра. И первое, о чем я расскажу, это новинка от Organic Shop, это крем для тела ванила. Ну как бы по названию канала всем понятно, почему я взяла именно ванильный. Вкус там, по-моему, была еще клубника со сливками, персик и еще какой-то запах этого крема. Мне понравилась именно ванила, это не такая дикая сладкая притерная ваниль, которая просто душит. Это такой нежный, сладкий, ненавязчивый запах зефира. Я просто балдею от него, он не так долго остается на коже, он не смешивается, не перебивает аромат ваших духов. И хотелось бы отметить, на самом деле, что это именно крем увлажняющий. Я думаю, что на зиму он мне не подойдет, у меня дико сухая кожа. Но сейчас, пока осень, пока еще тепло, мне нравится пользоваться этим кремом. Он действительно хорошо увлажняет кожу. Он имеет достаточно плотную текстуру, поэтому он достаточно сложновато расходится по коже. При этом он быстро впитывается, не оставляет ни липкости, никакой, никаких разводов или неприятных ощущений. Он полностью впитывается в коже, он не оставляет пленки. Вы ничего на следующий день с себя не смываете, как бывает после, допустим, баттеров в бодишоп. То есть обалденный, очень хороший увлажняющий крем. На нормальную кожу он будет круглый год. Я думаю, что хорошим на сухую кожу, вот сейчас на осень, мне подходит идеально. Следующие два продукта вообще случайно оказались у меня в косметичке. Они меня просто дико радуют. Это прежде всего тушь Max Factor 2000 калорий. Эту тушь раздавали в прошлом месяце в Ревгоше за любую покупку. У меня два тюбика, я их никому не отдам. Я думала, куда-нибудь, кому-нибудь их раздам, но нет. Обалденная тушь, просто прям вообще бомба. Я не ожидала вот вообще никак от масс-маркета получить такие ресницы. И я вдруг вспомнила, что когда-то очень-очень давно у меня у тети была такая тушь. У меня у тети изначально ресницы, то есть у нас как-то разделилось. У меня у тети и у сестры огромные ресницы. А у меня и у мамы вообще... Ну, у мамы еще ресницы более-менее есть. У меня ресниц вообще нет. Но тут с этой тушью у тети были ресницы просто до бровей. И я вдруг ее вспомнила, и тут я подумала, что надо попробовать. У нее обычная классическая такая щеточка. Тушь этой, по-моему, лет 20 уже. Она на рынке существует, раз я ее из детства помню. А мне, дай бог, уже 21. Итак, тушь обалденная. Она делает потрясающе красивые разделенные ресницы объемные. Она делает из ситуации нет ресниц, ресницы хорошие есть. Я реально с этой тушью поверила в то, что у меня есть ресницы. И они красивые, и с этим можно работать, скажем так. Обалденная тушь, если вам не жалко, сколько она там стоит. Это, по-моему, самая бюджетная тушь из Макс Фактора. Попробуйте, вы не пожалеете. Будут обалденные, объемные, красивые черные ресницы. Следующий продукт просто оказался в моей косметичке. Не знаю, редко там что-то оказывается, потому что я жуткая жабка, и мне очень всегда жалко на масс-маркет денег. Тут мне нужен был светлый корректор или консилер, с помощью которого я смогу усилить эффект на Хэллоуине такого вот контурирования. Я делала на Хэллоуину образ с Малефисенты. И мне нужно было средство, которое усилит мое контурирование, слегка выбелит лицо. Но в итоге как-то я так попала, что у меня светлый оттенок, и при этом я им пользуюсь везде и всегда теперь. И делаю такой эффект контура, высветления и всего подобного с помощью этого средства. Итак, это консилер от Ревлон, консилер Color Stay. У меня оттенок 0,5... ой, 0,5... у меня оттенок 0,1 Fair. Вы видели уже этот консилер у меня в видео с макияжем. Обалденный консилер. Действительно очень хорошо работает, закрывает какие-то несовершенства, синяки под глазами, держится везде, никуда не скатывается, никуда не девается. Единственное, что пока вы делаете макияж, он может немного скататься в складочки под глазами, но когда вы доделываете макияж, вы тихонечко растушевываете вот это все, и уже никуда не денется этот консилер. Никуда он не забивается больше. Мне очень-очень нравится, прям обалденная вещь, я люблю сейчас его. Здесь огромный объем. Я надеюсь, что мне его хватит надолго, так как я все-таки его мажу сейчас и на спинку носа, и под глазами, и на своей области под скулами, и куда я его только не мажу. Но мне очень нравится, как он держится, никуда не скатывается, в течение всего дня прекрасно себя ведет. Очень мне нравится, и что самое главное, он не сушит область под глазами. Мне это очень-очень важно. И следующий продукт, от него я вообще не ожидала такого эффекта. Вы все знаете, что у меня был любимый бальзам, который я использовала под тушь, из белорусской косметики, из магазина белорусской косметики. Я зашла за ним, и мне порекомендовали что-то другое, и я решила попробовать. Это гель для ускорения роста ресниц от марки Ре Луи. То есть вот так вот он выглядит. Это такая сыворотка, которую вы намазываете на ресницы. Два раза в день я намазываю и под тушь, и после того, как я сняла уже тушь перед сном. И я просто в шоке от всего. То есть я действительно не верю в то, что сыворотки какие-то, еще что-то могут улучшить кардинально мои ресницы. То есть я не верю в какие-то шампуни, которые улучшат рост волос. Если у тебя три волосина на голове, у тебя и будет три волосина на голове. Хорошо, сделай себе мезотерапию, у тебя будет шесть волосин. Но более, скажем так, чего-то серьезного в нашей жизни пока что не придумано. Против природы не попрешь. Но это средство, оно... Не скажу, что у меня выросли ресницы, как у мальвины. Но именно состояние моих ресниц, оно намного улучшилось. Они перестали лезть, выпадать. Они стали как-то так более направленно расти. То есть они не в разные стороны, а как-то у них так общее направление появилось. Они стали более прилично выглядеть, более темненькие. То есть более приличные ресницы я получила с помощью этого геля. Они такие более плотные, скажем так, стали. Не скажу, что у меня появились какие-то действительно божественные накладные ресницы. Но состояние моих ресниц намного улучшилось. И кроме того, я хочу отметить вот такую вот щеточку, которая здесь. Она у меня, к сожалению, в туши. Щеточка просто обалденная. Не знаю, зачем они ее сюда, скажем так, пристроили. Но щетка обалденная для того, чтобы расчесать ресницы уже с тушью. Это лучшая щеточка для расчесывания ресниц, которая мне встречалась. Она мне очень-очень нравится. Даже если вы боитесь сывороток для улучшения объема, роста ресниц, то хотя бы за этой щеточкой купить эту вещь. Она стоит 120 рублей. Обалденная штука. Также у меня в фаворитах уже год, но я как-то почему-то не рассказывала вам об этих лаках. Это два лака от Sally Hansen серия Hard As Nails Extreme Wear. Это два оттенка. Такой вот золотой металлик. Это 485 Golden. И серебристый металлик. Это 220 из Salip City. Обалденные металлики. Мне очень нравятся. Я их обожаю добавлять каким-то темным красным лаком. Как такой вот акцент на один ноготок, как это у меня сейчас сделано. Серебристым лаком. Просто обалденные лаки. Держатся долго. Потрясающе смотрятся и в жизни, и на фотографиях. Мне очень нравится. Это не такой вот мелкодисперсный, скажем так, металлик, который очень ровно ложится. И такой вот матовый металлик, скажем так, который сейчас популярный. Это такой более крупный металлик. Но при этом вот очень классно смотрится. Именно как акцент на одном пальчике. Очень-очень круто. Мне нравятся. Обалденные лаки. Хорошо ложатся. Прекрасно сохнут. Долго держатся. Суперски. Вот несмотря на то, что с Али Хэнсон не всегда у них крутые лаки. Но вот именно серия Hard As Nails, в особенности вот эти два лака, это просто мои любимчики. И как-то у меня так получилось, что в бюджетных открытиях у меня попало масло для губ от Nivea. И я не знаю, откуда сейчас пошла вот эта вот волна на это масло, что у многих блогеров оно появляется. Мне оно понравилось еще, наверное, в сентябре я его купила. Обалденное масло. Просто суперское. Я его использую в основном как бальзам под помаду. Или просто хожу дома с ним. У него обалденный запах. У меня крем-карамель. Пахнет просто потрясающе. Ну, к сожалению, не крем-карамелью, а пахнет потрясающе печеньем. Таким вот вкусным, очень классным печеньем. Вот печенье, которое вы печете дома на сливочном масле. Вот так вот пахнет бальзам. Мне очень-очень нравится. Он действительно очень хорошо увлажняет, питает губы. Очень хорошо их защищает. То есть, если вы даже на улицу выйдете с этим маслом, оно будет питать, защищать ваши губы. Стоит оно порядка 130 рублей. Просто обалденная вещь. Я всем советую. И последние мои два просто фаворита-фаворита, как вы, наверное, уже заметили по видео. Это две красные помады двух разных оттенков. Но они настолько обалденные. Они по качеству очень близки к люксу. Причьете, что у меня очень много люксовых помад. Но это просто две звезды в моей коллекции. Это две красных помады. Первая помада более холодного оттенка от Ardeka. Она сейчас у меня на губах. Это оттенок 634. Вторая помада от L'Etoile. Вы уже видели эту помаду в моем видео о макияже. Это помада более глянцевая, чем Ardeka. И более теплая. Значит, оттенок у меня 111. Tapie Rouge. Обе помады, они просто обалденные по текстуре. Они очень хорошо держатся. То есть, даже, скажем так, небольшой какой-то перекус они способны выдержать. Контур вообще никак не смывается в течение дня. Вы можете обновлять только вот серединку непосредственно помады. И хорошо, кстати говоря, обновляется, наслаивается. Никакими ни кусками, ничем не ложится. Изначально она очень хорошо ложится и выравнивает поверхность губ. Они мне очень напомнили обе текстуру Kiss Kiss помад от Guerlain. Новинок. Мне они очень вот именно вот эти вот помады напомнили. Обалденные помады. Ardeka, она более плотная, более такая кремовая. Вторая, она более, скажем так, легкая. Но при этом они обе обалденные. Я их обе люблю. Это просто вот звезды в моей коллекции. В особенности, наверное, Ardeka я люблю именно за футляр. У нее очень красивый футляр, очень добротный. Он не какой-то дешевый пластик, а именно вот... Ну, подойдите как-нибудь в L'Etoile к стенду Ardeka и посмотрите футляры помад. Это не масс-маркетовский футляр, скажем так. Очень красивое оформление у них в косметике. Мне нравится. L'Etoile тут оформление попроще. Ну, тоже, в общем-то, все красиво, лаконично. Итак, что касается оттенков, я сейчас покажу вам на свотче поближе. Это вот помада 634 от Ardeka. Это свотч от L'Etoile. Вы видите, что сейчас на свотче они обе, на самом деле, очень похожи. На самом деле, Ardeka, она более сухая, нежели L'Etoile. Она более такая кремообразная. И она вот по оттенку холоднее, и она вот у меня сейчас на губах. Эту, как я уже говорила, на губах можно посмотреть в видео о моем макияже. Кстати говоря, вот, по поводу стойкости. Это был свотч. Я мыла руки после этого три раза. Я смывала свотч гидрофильным маслом, но он все равно, вот, как видите, остатки есть. Это вот помада Ardeka. У нее потрясающая стойкость. Я, когда была на Хэллоуине, у меня это была помада в образе Малефисенты. И я не обновляла ни разу свои губы за вечер. И домой я, в общем-то, приехала еще с помадой. То есть, вообще, потрясающая стойкость. Мне очень-очень нравится. Итак, это все, что я хотела вам сегодня рассказать. Если видео вам понравилось, ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех новостей. И также допишите мне, пожалуйста, в комментариях, какие за последнее время у вас были находки, открытия среди бюджетного масс-маркета, чтобы вы могли мне посоветовать. Я очень-очень хочу что-то интересное для себя открыть, так как из бюджетных продуктов, к сожалению, я не так много пробовала. И мне вот сейчас интересно что-то новое для себя найти, открыть. И все. Всем желаю солнечной, потрясающей, веселой осени. И до встречи в следующих видео. Всех целую. Всем пока-пока.